Как реализовать общественное телевидение на местном уровне обсуждали на президиуме общественного совета при облдадминистрации. Хотя на заседании больше обсуждали сегодняшнюю напряженную ситуацию на Запорожской государственной телерадиокомпании. На прошлом заседании приняли решение, чтобы подготовиться к переходу на общественное телевидение, комитету общественного контроля провести экспертизу на ОблТВ. Главная претензия общественников к работе Запорижья. Их, в отличие от других, не пускают в эфир. За последние три месяца очень активно пиарится партия регионов за бюджетные средства. Это Карташов, это Кальцев, это Син и все остальные. То есть у нас общественникам не дают право выступать на телевидении. В основном все выступают. Сильно Украина, Тиев, Карамов, там все вот это. Вот все туда активно идут. Общественники отрицают, что их выводы стали причиной для увольнения гендиректора. На самом телеканале остались недовольны методами проверки. Когда нам это влаштовали, я как человек, до которого тоже было очень много вопросов, не было вообще, я не понимала, кто эти люди. Люди не представились, не рекомендировали, кто с какой методом и суть проверки. Были, я прошу, глупо поставленные вопросы, провокирующие агрессивные формы. Это был действительно моральный тиск. Такое происходит не только сейчас вот с Запорожьем. Это механизм, который дает общественнике возможность проверить все, что они считают необходимым на соответствие законодательству, либо должностным инструкциям. В итоге областному телевидению рекомендовали создать передачу, освещающую вопросы гражданского общества. За подбор экспертов общественники намерены взяться сами. То, что говорят в эфире телеканала «Сейчас», устраивает далеко не всех. Также на президиуме решили создать рабочую группу, которая будет расставлять акценты в информационной политике Запорожья.